Ох, господи, поехали! Физику послали на три буквы. Ну и главное клише, перед тем, как персонаж упадёт, он простоит над пропастью несколько секунд и только потом упадёт. Ред по факту должен слететь, но что-то не судьба. Да и всё это падение попросту неправдоподобное. Когда Ред успел развернуться на 180 градусов? И да, если это птичий лосов, тогда что тут забыла змея? Даже и создатели не знают, что змеи не могут кричать, они только шипят. И да, забыл. Километровых лиан не бывает. Да и к чему вообще эта лиана была привязана? По факту Ред должен сломать себе ребра, но что-то не судьба. Хисо пролетело минимум метров триста, но Ред почти его поймал. Ну и так, Ред не получил ни одной сарапинки. Рёбра! Пупинцы! Шутка про пупинцы в детском мультике. Господи! Я лечу! То Ред летает, то Ред не летает. Господи, создатели, определитесь уже! Нет, я же не умею летать! А ничего, что пустынные кардиналы умеют летать? В этом кадре нет рыбы, в следующем кадре она есть. И почему она засыпилась именно за жопу? Откуда Ред достал костюм клоуна? Да, вам может показаться, что этот птенец какой-то неправильный, что боится клоунов. Но, знаете, когда мне было лет пять, я очень боялся клоунов. Типа упал на коробку. Что? Как сюда попала Белка и что она вообще забыла на Птичьем острове? Вы, наверное, не скажете, что я как-то перегибаю. Но, знаете, я читал страницу о Птичьем острове, и там не сказано, что Белки и Змеи обитают там. Ну и да, торт остался целым. В итоге я весь тенек. Господи! Мало того, что это детский мультик, так эту жопу еще и показывают крупным планом. Да и он эту жопу показывает маленькому птенцу. Не видно? Поздравляю, птенец! Теперь тебе психологическая травма обеспечена! Просто отвечай за все свои поступки! Господи, как же ты меня бесишь! Ну и да, мы же не могли другую птицу попросить принести торт. Паш! Эээ, где перевод названия и где в кино? Да кто ты вообще такой? Зачем мы просим Рэда принести тортик, а потом спрашиваем. Ты кто вообще такой? Б. Логика. А зачем просить прощения у тех, которые тебя разозлили? У вас мальчик! Я даже знать не хочу, как он узнал это! До свидания! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok